Да здравствует инди, всем привет, с вами я, Диджей, и сегодня я покажу вам замечательную игру, которая называется Deadbolt. Давайте я начну новую игру. В общем, от создателей Risk of Rain такая вот штукенция очень интересная, ну как мне кажется, я еще толком ничего о ней не знаю, я видел только какой-то один геймплейный ролик, может быть, и поэтому мало чего вообще понимаю в этой игре. Ну, судя по всему, первый уровень это какое-то обучение, а Д ходить, В наверх. Так, я не знаю, можно ли здесь с геймпада играть или нет, но раз уж взял уже Клаву, то буду с нее. Так, я взял ножик и... Как-то так происходит геймплей. В общем-то, я играю за такого парнишу, очень непонятного, который должен всех убивать. Что это я такое сделал? Ой-ой-ой! Окей. Напоминаю немножко геймплей Hotline Miami, в том плане то, что врагов я убиваю быстро, но меня убивают точно так же быстро. Так, минус один, и сейчас будет второй подниматься, и я сразу буду его караулить. Ну? Давай-давай, осмотрись. Вот так-то. Можно прятаться, видимо, в укрытиях. Так, это что такое? Свет включать-выключать. Как я понял, можно проходить по стелсу, то есть осторожно как-то. Ух ты, даже отражение работает. Либо можно просто играть в такую мясорубку. Еще есть такая штука. Через унитаз я могу передвигаться по комнатам. Довольно круто. Ой, неудачно я сюда зашел все-таки. Да, что-то на первом уровне уже и подзалип. Ну, здесь просто нужно понять, что нужно делать, и тогда будет нетрудно. Давайте я сразу его здесь подожду. Давай-давай. Вот так-то. Так, а у меня есть другой вариант пойти? Не обязательно через унитаз подниматься, можно здесь. Но, по-моему, разницы никакой. А как мне его убить-то? А, там вон подсказка какая-то на стене. Я что-то сразу не заметил. Хорошо. С первым справляюсь быстро. Но этого рашить, наверное, не стоит. Он, мне кажется, сразу воншот даст. Так. Зажмите правую кнопку мыши. Все, я понял, ножик можно кидать. Вот это неплохо. Блин, здорово. Как мне пистолет взять? Последний уже что-то услышал, поэтому он... Не с одного выстрела умирает. Охренеть. С пистолета нужно тоже целиться, если зажать правую кнопку мыши. И тогда можно только стрелять. А бойма тоже кончается, я понял. Револьвер, сколько там? Раза три, шесть пули. Ну, нормально, в принципе. Если по две на каждого, то, в принципе, достаточно. Окей, кажется, я прошел первый уровень, хотя это было похоже на обучение. У меня, кстати, пуха осталась. Прыгать здесь нельзя, вот, очень прикольно. Можно только передвигаться либо влево, либо вправо. Так, это опять какой-то короткий путь. А, ну, другого способа зайти внутрь у меня нет. Ну, хорошо. В общем, быстро так передвигается персонаж в этой форме непонятной, бестелесной. Я вот не знаю, если я буду стрелять, он снизу, ребята, услышит. Это хреново. Ну, ладно. Кажется, никто этого не увидел, не услышал. Давайте, наверное, опять через вентиляционную шахту. А, ну здесь особо проходить-то и нечего. Так. Можно переключаться между оружием. Револьвер, либо 9-миллиметровый. Ну, давайте с пистолетом побегаю, не просто так мне его дали. Думаю, сразу можно перестрелять вот этих ребят. Так. Меня здесь не было. Блин, ну что-то пуховое очень сильное, просто нереально сильно. Мне кажется, вот по стрелке проходить реально сложно будет. Фак. Да. Кто-то не умеет целиться, это я. Ладно, здесь довольно просто все. Одно раз. Через вентиляционную шахту вниз. Здесь беру новую пушку. Раз-два. Я буду просто стоять и ждать, пока она поднимется, эта штука. Ну, давай, последний, который меня убил. Все, я ему отомстил. Это куда? Все, я понял, это был другой путь. Ну, по-моему, я уровень весь зачистил, можно отсюда сваливать. Музычка здесь что надо. Как бы не подвели в этом плане. А, вот и первый уровень закончен. Ну, неплохо, опять звезд. Правда, непонятные скольки. Души какие-то. Я вообще ничего не знаю, что это дает. О, ты наконец-то вернулся. Это что за штука такая? Кто сону сейчас разговаривал? Это светильник какой-то? Свитчлайт. Ну, что-то я не особо могу менять свет. Видимо, это моя хата. Ага, это миссии, я понял. А это что такое? Выбрать миссию. Сесть и поговорить. Могу просто сесть, могу сесть и поговорить. Что это дает мне интересно. Все, я понял. Здесь, в общем-то, можно подсказочки читать. Но с моим английским, я думаю, это затянется. Так что нахрен это дело. А через дверь можно пройти? Ладно, давайте сразу геймплею пойдем. Ух ты. Интересно, это вообще все задания на всю игру или нет? Ладно, у меня есть только одно задание, так что пойдем по нему. Насколько я знаю, игра очень хорошо взаимодействует с площадкой стимовской. Где, ну, люди могут предлагать свои карты, там, дополнения разные. Поэтому, даже если контент кончится оригинальным, можно будет накачать карт. Так, в тачке я могу поменять оружие, но... Так, а я взял пух или нет? Да, у меня есть револьвер. Хорошо. Как будем здесь поступать? Куда это вообще приведет? Наверное, вот сюда. Давайте попробуем. Ага. Прямо на самый верх. Просто в идеале хочется по стелсу проходить. Я постучал? Неплохо. Какой же он жирный-то. Так, пока я их бью кулаками своими, они, видимо, не могут сопротивляться. Свалим обратно. Можно, по сути, пройти вообще без единого выстрела. Просто кулаками всех загасить. Эй, парниш. Как мне взять кулаки, интересно. Все, я понял. Просто достаточно не целиться. Быстро, конечно, меня убивают. Хорошо, давайте я повторно зайду на самый верх. Постучу в дверь. Забавно, конечно, сделали. Наваляю этому парню. Так. Жалко, трупы нельзя таскать. Был бы вообще хитман просто. А на этот раз никто не заагрелся. Вот что интересно. Можно прятаться за диваном. Хорошо. Выключим свет, чтобы сюда никто не приходил. Я так буду обозначать комнаты, которые зачистил. Куда это приведет? Это вниз, наверное, приведет. А там парень с пистолетом. Я лучше вернусь обратно через унитаз. Такс. И вот этого убью. У него какое-то миле оружие. Да и он что-то вообще сидел, просто втыкал. Так, еще одна пуха. Ладно, я, наверное, пока без пухи буду убивать. По-моему, меня заметили уже. Да, эти ребята уже наготовят. Надо свет выключить. Все. Интересно, это вообще на что-то влияет или нет? Ладно, пофиг. Я их уже достреляю как могу. Раз, два, три. Давай, заходи, я жду тебя. Че ты там на улице забыл? Заходи уже. На нахрен. Ну, надо стараться в голову попадать, потому что это ваншотает. Есть. Свет включили, кстати. Ну, видимо, это бесполезно тогда выключать его. Ну, эти ребята не могут перемещаться, как я. Так что у меня есть преимущества. Ну, это было легко на самом деле. Музыка просто... Шикарная. Атмосферненько. Так, это было легко. Идем дальше. Или че? А-а-а. Не заметил сразу эту подсказочку снизу. Ну, прям как Hotline Miami. Просто вот. Зачистил всех и на машине своей уехал. Одна смерть, 8 киллов, 100% точности и 83% хедшотов. На этот раз какие-то другие звезды дали. Осталось еще понять, что дает души. У меня поменялся проигрыватель. Ну, без музыки че-то грустно. Давайте с музыкой лучше. Ага. В общем, я сажусь возле камина своего и у меня открываются новые задания. Прикольно. Интересно, есть ли на нее русификатор или нет? Если есть русификатор, то я после этой серии, наверное, буду искать его. Зомби Кингс. Найдите наркотики. Так, это кто такой? Какой-то мини-босс, видимо, возле наркоты сидит. Ну, в общем-то, миссия меняется. Теперь мне надо не просто всех убивать, а какая-то цель есть. А я так подозреваю, что можно даже никого не убивать, наверное. Ну, по крайней мере, это не обязательно. Молоток. Его также можно кидать неплохо. Куда это ведет? Нихреново я могу себе путь срезать, на самом деле. И пока я нахожусь в такой форме, у меня подсвечиваются все переходы. Так, ну я могу, по сути, вот так просто зайти, да, и убить его. Понятно. По-тихому не получится. Я постучу в дверь, он подойдет, и я его убью. Оп. Все, что ли, это такая простая... Ага, мне надо их все равно убить. Блин, я думал, получится только главного замочить, и все. Ну, ладно, как бы это... Ничего страшного. Теперь у меня есть обрез. У него индикатор просто огромный. А, это той... А, индикатор меняется в зависимости от того, как далеко я навожу мышку. Я понял. Чем меньше, тем точнее. Давайте револьвер пока возьму. Хотя я все равно буду пока что стараться по-тихому убивать кулаками. Мне бы нож какой-нибудь. В холодильнике есть что-нибудь? Нет, это просто укрытие. Так, ну на улице мне пока не нужно, так что я здесь побуду. Фак. Блин, прикольно. С помощью микроволновки тоже можно агрить, и с помощью таких вспомогательных элементов можно поставить таймер на 3 секунды. То есть... Блин, это здорово. Чтобы, считай, загорить мобов через определенное время. 9-миллиметровый, но мне, как бы, он не нужен, у меня есть револьвер. Фак. Фак. Нахрен я так рано начал драться. Ладно, давайте я пойду уже по нормальному пути. Не буду себе срезать дорогу. Молоток просто расщепляет на атомы их. Я как-то укрытия вообще не использую, но пока что они мне не нужны были даже. Как он услышал. Блин, и из-за агрить его никак не получится. А, он сам подойдет. Здравствуйте. И до свидания. Такс. Самое время. Успел. Фух, я думал, сейчас получу по щам. Тук-тук. Так, здесь все зачистил, теперь надо убить босса и... Ну как босс, у него просто обрез и все. Ну и хп у него, конечно, многовато. Давайте потестим обрез, хоть хотя бы разочек, а то я что-то мимо него прохожу. Ну, молоток я заберу, соответственно. И наркоту тоже. Зачем вообще зомби нужны наркотики? Я сначала забыл, как стрелять с этого обреза. Так, какую-то кассету нашел. Ладно, возвращаемся в свою точилу. Благо, есть короткий путь. Не знаю, как вам, но мне игра пока что очень нравится. Я знаю, что серия получилась коротковата, но надо искать русификатор, да и все-таки для первого эпизода, чтобы он был ознакомительным, я думаю, достаточно. Что я могу сказать? Мне очень нравится саундтрек и стиль игры. Графика приятная, на самом деле. Тут вроде все такое маленькое, как в Risk of Rain, но при этом все прям замечательно сделано. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Я думаю, игра не особо длинная, поэтому постараюсь пройти ее. Надеюсь, вам было интересно. Пишите свои комментарии насчет Deadbolt и всем пиас.